Ура! Мы едем в отпуск! В этом году мы решили провести отпуск в регионе Апулья, в провинции Лечи. Мы захотели отдохнуть в тишине и покое, и поэтому в этом отпуске мы не планировали посещать города. Решили только отдыхать, купаться и загорать. Но все равно буду вам показывать места, где мы были. Дорога была длинная. Мы выехали из Рима в 5 утра. Чтобы добраться из Рима в небольшой городок Триказы, у нас по времени ушло 7 часов. Дорога отличная, но вот только постоянное ограничение в скорости и камеры на дорогах. Позавтракали в дороге? Я всегда беру одно и то же. Капучино и корнетто сэмпличи. Это круассан без крема и джема внутри. Италия удивительная страна. В какой бы регион ты ни приехал, кажется, что это совершенно другая страна. Другая природа, люди, чувствуется местный диалект и разные предпочтения в кухне. Мы остановились в небольшом городке Триказы и каждый день ездили на разные пляжи. В первый день нашего путешествия мы отдохнули после дороги, осмотрелись и немного погуляли. Эта парочка каждый вечер ловила на набережной рыбу. На второй день мы с утра поехали в городок Санта-Мария-Делеука, который находится на самом кончике каблучка итальянского сапожка. И в этом же месте сливается воедино Ионическое и Адриатическое море. Позже я вам покажу. Санта-Мария-Делеука находится в 20 километрах от Триказы, где мы остановились. Мы приехали очень рано и поэтому завтракали уже в местном баре. Каблучок итальянского сапожка очень богат пещерами и гротами. А на побережье Леука, говорят, их насчитывается до 66, от больших до маленьких. Мне приходится только так приветствовать вас. Меня просто никто не хочет снимать. Раннее утро. На пляжах еще никого нет, а мы уже выбираем себе местечко. На итальянских пляжах всегда легко найти детскую площадку. Это сделано для тех, кто приехал отдыхать с детьми. У меня создалось впечатление, что у каждого здесь свой бассейн. Посмотрите, какая красота. Мы сразу же решили прокатиться на поезде, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями, посмотреть, куда стоит сходить, где лучше остановиться для того, чтобы позагорать и искупаться. Цена поездки всего 4 евро. Нас, конечно, изрядно потрясло, но мы нисколько не пожалели, что прокатились. Потом я этот же маршрут пройду пешком. Так что, как я его не знаю, не знаю. Это был бы 9,5 метров. Как же он? Дальше. Продолжение следует... Мы подъезжаем к башне, которая когда-то была сторожевой. Она была построена в 16 веке. Побережье постоянно подвергалось набегам, городок грабили. Эту башню еще называют башней мертвецов. Сейчас башня встроена в город между набережной и красивыми резиденциями для отдыха. Субтитры создавал DimaTorzok Это был мой личный бассейн на сегодня. Если честно сказать, я не люблю находиться долго на одном месте. Мне становится скучно. Я оставила своих и решила погулять по набережной. Посмотрите, какой милый ресторанчик на крыше. Представляю, как здесь красиво вечером с видом на море. Народа уже заметно прибавилось. Это было уже где-то 11 часов. Здесь очень красиво. Если вы любите море, хотите менять каждый день пляжи и купаться один день в Адриатическом море, а другой день отдыхать на пляжах с мелким золотым песком Ионического моря, то вам стоит сюда приехать. На набережной Кристофало Коломбо очень много красивых и привлекательных ресторанчиков. А дальше я буду подниматься прямо по набережной вверх. Пляжи городка Санта-Мария-Делеука очень популярны среди молодежи. Здесь есть скалистые и песчаные побережья, гроты, бухты. Можно воспользоваться услугами компании, чтобы познакомиться с гротами со стороны моря. Экскурсия длится от трех до шести часов. В цену билетов входят и аперитивы. Всегда интересно, откуда появляются названия городов. Это городок Санта-Мария-Делеука. Святая Мария считается покровительницей рыбаков. Она в 16 веке спасла рыбаков и жителей деревушки от ужасной бури. Но имя Леука происходит от красивого мифа, связанного с Древней Грецией. Это история любви и боли русалки Леукасии. Русалка полюбила пастуха, который пас своих овец на скалах. Русалка-то полюбила его, но сердце юноши уже принадлежало другой девушке. Леукасия пыталась соблазнить пастуха, но он всегда отвергал ее, потому что был верен своей возлюбленной. Не только людям, но и прекрасной русалке непросто было принять отказ в любви. От безответной любви русалка задумала отомстить им. Она решила дождаться возлюбленных на скале, где они любили гулять вместе. Нагнала на них бурю и утопила. Но этого ей показалось мало. Она позаботилась о том, чтобы их тела оказались далеко друг от друга и разделила их навсегда, бросив их на два противоположных края пропасти. Свидетельницей этой сцены была богиня Минерва. Из жалости к возлюбленным она превратила их тела в камень. Богиня не смогла изменить судьбу возлюбленных, которые должны были находиться далеко друг от друга, но дала им вечность. А русалка раскаялась и покончила жизнь самоубийством. Ее окаменевшее тело превратилось в белые скалы. Слово «леука» происходит от греческого слова «леукас». Рассказывают, что греческие моряки, увидев однажды красивый город, освещенный ярким солнцем, называли его «леукас», то есть «белый город». На самом деле можно услышать по-разному названия этого городка. «Леука», «Санта-Мария де Леука» и «Марина де Леука». Но это просто части городка. «Марина де Леука» – это нижняя часть городка. Она включает порт и набережную. «Леука» – это белые скалы. «Санта-Мария де Леука» – это верхняя часть городка с базиликой и маяком. Я возвращаюсь по набережной Кристофоло-Колумбо назад. Надеюсь, мои уже накупались. Сядем в машину и доедем до мыса, где соединяются два моря. Хотела дойти пешком, но вижу, еще минут 20 надо идти под палящим солнцем. Съездим на мыс, а потом и на обед. Долго моих упрашивать не пришлось. Они поднялись, и мы поехали. Опять проезжаем сторожевую башню 16 века, она слева. Выезжаем на набережную Кристофоло-Колумбо. Потом по прямой, и мы уже на мысе. «Ди кое-дестро». «Ди кое-дестро». Я дошла пешком вот до этого места, а потом вернулась назад. Вот почти в такой вилле жили и мы. Эти виллы очень похожи друг на друга. Мы находимся на мысе, на территории пропитанной историями и легендами. И здесь же можно увидеть соединение двух морей. В ясные дни можно рассмотреть на поверхности моря темную линию между двумя оттенками синего. Это и есть разделительная линия между голубыми водами Адриатики и более голубыми водами Ионического моря. Вот только, к сожалению, увидеть эту красоту не всегда возможно. Все зависит от течения и ветра. Нам не удалось увидеть, хоть и погода была хорошая. Но тот факт, что мы были здесь, уже радует. Это как ритуал. Каждый, кто приезжает в городок Санта-Мария-Ди-Леука, обязательно приходит на этот мыс. Вот и вы, дорогие мои друзья, сейчас смотрите это видео и как будто сами побывали на мысе, где соединяются два моря. Я с большой радостью делюсь с вами своими путешествиями и впечатлениями. Слева находится Адриатическое море, а справа Ионическое. И именно здесь находятся два выступа, где богиня Минерва превратила тела влюбленных в камень, придав им вечность. А миф о них до сих пор рассказывают и передают из поколения в поколение. Прекрасная набережная. На которой на закате можно любоваться сразу двумя морями. Время обеда. Летом обед лучше пропустить или съесть что-нибудь легенькое. Мы решили заехать в магазин, чтобы купить что-нибудь на обед, а заодно и посмотреть на ассортимент в магазине. Необычные формы огурцы, улитки, разнообразные сыры. Здесь можно найти на прилавках такую пасту, которую трудно найти в Риме. И мы весь отпуск покупали в подарок пасту. Мне очень понравилась идея, как в магазинах продают морепродукты. Они всегда находятся в соленой воде, и поэтому они всегда свежие. На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Ждите продолжения.